Всем привет! Холод Сюзам! Мы приехали к месту, которое называется Дротнингсхольм. Здесь находится паласт, в котором живут современные монархи Каал Густав и его королева Сильвия, у которой немецкое происхождение. И сады этого паласта, они, кстати, живут в южном флюгеле, а сады этого паласта, они открыты для посещения всем гостям Стокгольма и вообще всем, кто приехал в Швецию. Я сейчас стою вот здесь, возле парк-плаца. Миша паркуется, и перед нами вот такой вот чудесно разложенный парк, распланированный. Немного информации на английском. Кто хочет, может остановить видео и почитать. И вот здесь указывается имя Бернадотт. Один из отпрысков Бернадотт. Бернадотт живет совсем недалеко от Равенсбурга, на острове Майнау, на Боденском озере. Везде красивые клумбы. Это сам замок Дроттлингсхольм. Слот. Слот. Замок на датском и на шведском языках. С видом на прекрасный водоем. Мотор выключил. Во дворе дворца ходят какие-то смешные гуси и кури. Вокруг дворца можно запросто ходить, все рассматривать. Кто хочет войти вовнутрь, то должен оплатить билет. И весь почти дворец, кроме южного флюгеля, предоставлен зрителям как музей. Это замок шведских монархов. Принцесса Виктория, Даниэль, все здесь живут. У них есть рабочее помещение в центре Сокгольма. Принцесса Виктория, Даниэль, все здесь живут. Принцесса Виктория, Даниэль, все здесь живут. Принцесса Виктория, Даниэль, все здесь живут. Принцесса Виктория, Даниэль, все там ехне. Естественно, у этого замка есть охрана. И вот мы входим в эти замечательные сады. Через золоченые ворота. Длиннющая липовая галерея. Это весь Королевский палац со стороны садов. А сады какие-то необъятные. Я много видела таких сооружений. Чтобы до такой степени много места занимало. Чтобы так светило солнце. Была такая обалденная погода. Это впервые. Можно гулять километрами. Даже на цветочных горшках или в горшках под кусты деревьев есть герб Королевский. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Закрытая зона без разрешения. Вход запрещен. Вода всегда создает определенную атмосферу и она здесь везде присутствует. По всему парку самые разные фонтаны. В моем понимании очень скромные. Потому что я видела фонтаны в Петергофе. Я видела в Ходстане. Я видела во Франции, в Версале. Здесь все сдержано по скандинавски. Вся архитектура этого парка симметрична. Одна сторона закрыта для посетителей, вторая открыта. Вот тут вот играют в прятки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кинослот Замок Кино На территории Drotningsholm Slot находится также другой небольшой замок Кинослот в стиле барокко. А в нем есть кинослот кафе. 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 Гард-тент. Здесь есть палатка, в которой расположена охрана королевская. Посещение этого парка не было в наших планах. Мы просто увидели, что у нас есть время и замечательная погода и рванули сюда, так сказать, поселившись. В нашем апартаменте недалеко от Стогольба. Здесь, в этом парке, можно зайти в лес окна, собирать грибов. Здесь есть самые разные деревья, липы, дубы, осины я видела. Но уже позднее, после обеда, и у нас осталось полтора часа. Мы, наверное, не успеем везде зайти, потому что таким быстрым темпом ходим по улицам, по дорогам, по аллеям этого парка. Вот мы вышли к Кино, замку Кинослот. Это первый китайский павильон, который был подарен королеве Луизе Ульрике в 1753 году, к 30-летию. Продолжение следует... этот павильон называется the confidence здесь проходили разные обеды королевской семьи стол и вот блюда которые сервировались вот на этой полке можно было пустить в подвальное помещение находилась кухня поставить туда все блюда и поднять наверх все это было эпоху королевы луизы у лирики которая жила в 1720 1708 втором году и короля адольфа фредерико все подобные дворцы имели какую-то определенную симметрию справа тоже находится здание похожая на вот эту столовую confidence но там не написано что было в этой столовой раньше здесь находилась бильярдная комната и сейчас здесь плотник работает выставлены плотницкие орудия труда в этом на заднем плане наверное есть еще шмид то есть всякие репаратурные работы которые есть в этом замке выполняются в этом доме каштановая аллея и лабиринты свет справа слева из других деревьев я представляю как здесь красиво осенью потому что это все не смешанные цвета однородные фига хузит действительно птичий домик сверху в 18 веке наверное сидели попугаи развлекали всех кто гулял в этом парке чтобы не сомневались я везде найду грибы вот такие вот тоже это все вдоль дороги каждая аллея заканчивается какой-то скульптурой и каштановая скульптурой под названием самые необычные грибочки растут на дороге и пропустить их и не снять было бы большим грехом вот эти экземпляры они прямо пахнут здесь вдоль дороги их много хоть косой коси но они скорее всего ядовитые по крайней мере мне они не знакомы на территории всего парка естественно есть водоемы лебедями идеально скошенной травой и эти запахи вот свежей зелени много влаги большой простор здесь очень приятно и красиво но я ожидала какие-то сады с цветами какие-то плодовые деревья ничего этого сейчас в современном замке нет вот такое приятное спонтанное времяпрепровождением получилось у нас пригороде стокгольма палат с те в котором живут короли после дворца также есть охрана при выходе из парка еще есть шлосс театр слот театра сейчас он закрыт нет никаких сезонов театру с мая с мая до сентября проводятся ежедневные туры из апреля из апреля по октябрь только по выходным потому что это было в качестве проживания и в hasn't been недоど в этом время поэтому я не хочу поговорить о комерах и вот эти наши дороги и так далее мы прилетаем вот такие вот и вот и вот это все чтобы вернуть это все чтобы вернуться от собой и вот на следующем вот в принципе мы все посмотрели тротнингольм слот шлосс театр и китайский салон кинослот спасибо всем кто был со мной вы были на канале с вами была ваша Наташа всего доброго